Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Напомним, в группе ОСК-2 в рамках «Спартакиады ММК» участвует самое большое количество команд – 11. Девушки отдыхают. 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 Суббота, выходной день, почему-то не поднягать. Россия пошла. Пошла, жара. С ватарями поаккуратнее играем. Проторить клюшки после игры оставляем. И по фиксации мяча вратарей, если попадает на сетку, фиксируем мяч только с внешней стороны, не с внутренней. Понятно? Из 11 заявленных команд группы ОСК-2 на хоккейные матчи пришли представители семи трудовых коллективов. Мы поделились на две подгруппы. Группа А и группа Б. Получается, делимся мы путем жеребьевки. В рамках отдельно взятой подгруппы команды играли в круг. Потом путем подсчета очков распределяются места первое, второе, третье. И первое место из подгруппы А встречается с первым местом из группы Б. Таким образом определятся золотые и серебряные призеры. Судьба бронзы решится в поединке команд, которые займут вторые места в подгруппах А и Б. Если рука прижата, никаких движений нет, попадает в руку, пасом рукой не считается. Если вы тянетесь, пончиком попадает, то это считается уже, как вы сыграли рукой. На коньках все равно как-то резкие движения в поворотах вправо-влево. Еще можно все это резко сделать. А на валенках, то есть, как зимой на летней резине, скользишь, скользишь. То есть там тоже тактика беговая. Лелкими шажками нужно все это делать. Враталь Салават Ишнухаметов, в отличие от коллег по команде, в детстве кататься на коньках не умел. Освоил этот навык куда позже. В хоккее в валенках за Стальсервис-1 участвует уже пять лет. Каждый год стою на воротах, как бы уже опыт. И команда доверяет, что постоянно без меня уже никуда. Тем более вратарь, как и направляющий, все поле видит. И каждому игроку подсказывает уже, как куда, где бежать. Не так давно Салават был ответственным за спорт на своем предприятии. Сейчас эти полномочия взял на себя Марсель Файзов. Тактика у нас всегда практически один и тот же состав. Мы стараемся костяк не менять. Ну и всегда к победе идем. В том году первое место взяли позапрошлым году. Второе, там мы с таковой матчей вышли с сильной командой. Стараемся марку держать тоже. В том году мы с этой майкой зеленой выиграли первое место. Счастливое считается. Навальников, мне кажется, всегда тяжело. На коньках хоть какая-то устойчивость, чувствуешь какую-то опору. А Навальников, это же встал. Куда? Простор. Ну падение, я так понимаю, не избежать, да? Ну а куда бежать? Без них некуда. Это же спорт. Погода в день игр в хоккей и валенках порадовала спортсменов. Сильного ветра не было, да и снежные осадки были минимальными. Ну я думаю, немножко подруднее будет играть. Почему? Потому что мячик будет застревать, по МТБ кататься не будет. Зато бегать будет немножко полегче. Сплоченность. Сплоченность, собранность и уверенность в партнерах все самое главное. На цех неоднократно занимает призовые места в общей спартакеаде. Первое и второе место мы всегда. Поэтому я думаю, что мы сегодня тоже отличимся. Антон Костерин защищает ворота команды кустового ремонтно-механического цеха номер два уже три года. В самоотверженность ему не откажешь. Ну в падение ловите? Конечно. На шпагат садите? Надо будет сядеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы постоянно призовые места занимаем. У нас почти вся команда состоит из игроков хоккейной команды ОСК. То есть мы в городских турнирах играем, ну на хоккею шайба и во всех турнирах на валенках тоже играем призовые места занимаем. Поэтому вполне успешно. Меж тем даже бывалые хоккеисты Стальсервиса 2 признались. Хоть они и могут дать фору другим командам в плане своей сплоченности и игрового опыта, им тоже непросто перейти с коньков на валенке. Совсем другая манера игры. То есть проскальзываешь больше, скорости меньше. Ну, все равно интересно. Соперники очень хорошие, очень достойные. В том году была серьезная борьба. Надеюсь, в этом году будет тоже очень равный хоккей. Мы надеемся на нашу победу. От каждой команды на поле сражались за победу четыре полевых и вратарь. Играли два периода по пять минут каждый. Если же по каким бы то ни было причинам от трудового коллектива пришло недостаточное количество игроков, судьи шли им навстречу. В таких случаях мы играем по договоренности сторон. То есть, либо они так вчетвером и играют, без вратаря, допустим. Либо они просят помощи у команд, которые пришли с запасными, то есть больше состав, чем нужно. Тут уже как согласиться с ними играть команда соперников. Если согласны, то никаких проблем. Команда кустового ремонтно-механического цеха номер один на состязание оказалась в неполном составе. Состав не выбрался по той причине, что мы не смогли организоваться правильно. В последний момент узнали о том, что у нас на нас есть соревнования в рамках зимней спартакиады. И вот буквально сегодня в 9 утра начали собираться. По чуть-чуть. Кто смогли, тот пришел. Выход из затруднительного положения нашли достаточно быстро. Присмотрели себе голкипера в составе соперников. И, о радость, он согласился сыграть в том числе и за конкурентов. Поднесли предложение о покупке их вратаря. Да, значит, вроде как положительно, за небольшую стоимость он поиграет с нами. Без поддавков, так сказать. Будем надеяться, кофе и обойдемся. В воротах команды КРМЦ-1 выступил голкипер Стальсервиса-2 Роман Дубаев. За свое предприятие он отыграл превосходно. Ребята молодцы. Помогали мне во всем. Работы у меня вообще было мало. Для вратаря была легкая игра. Выиграли, я остался сухарем. Прекрасная игра. Какой счет был? 3-0. За команду конкурентов выступить так же гладко у Романа не получилось. В составе нового коллектива пропустил 4 мяча. Я решил не остывать, так сказать, и просто помочь ребятам с другого цеха встать на их стороне, помочь им, поучаствовать. Ну, здесь немножко полевые игроки были послабее, давали выйти один в один, и как бы получалось пропускать, к сожалению. Меж тем Роман не лукавит, когда играет в воротах, не привык щадить себя. Это его спортивный принцип. Конечно, за свою команду всегда более, как сказать, переживаешь. Но чужая команда – это тоже все ребята, все свои, все с ОСК, и как бы играешь. Тут главное же дух соперничества. Не пропустить – основная задача моя. По итогам мини-турнира по хоккею в Валенках места в группе ОСК-2 распределились следующим образом. Седьмыми стали представители кустового ремонтно-механического цеха номер один. Шестыми – парни из стальсервиса один. Пятыми – хоккеисты домно-сервиса. Четвертое место заняли спортсмены кустового электроремонтного цеха. Бронзу в состязании завоевала команда ремонтно-строительного цеха. Серебро взяли представители кустового ремонтно-механического цеха номер два. Победителями в группе ОСК-2 стали хоккеисты стальсервиса два. На очереди новые соревнования в рамках 67-й зимней спартакиады ММК. Следите за выпусками телекомпании ТВИН. Обещаем, даже зимой будет жарко. Редактор субтитров А.Семкин